Имальские богатыри планируют покорить Европу. В Кстово завершился чемпионат России по троеборью среди ветеранов пауэрлифтинга. Сенсации не произошло. Силачи Нового Уренгоя в очередной раз доказали – им нет равных. Атлеты завоевали небывалое количество медалей, установили шесть рекордов по жиму штанги, становой тяги и приседу, забрав с собой первое общекомандное место. О ярком примере того, что возраст спорту не помеха – репортаж моей коллеги Натальи Худяевой. Занять удобное положение, взять в руки снаряд, взвалить на себя вес и попробовать его удержать. Прямо скажем, испытание не для слабаков. Давай, давай, тяни, 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 тяни. Держи. Молодец. Не так давно новорингойские атлеты вернулись из города Кстова, где помириться удалью собрались самые сильные мужчины страны, в их числе Евгений Степанов. Любовь к железу передалась ему по наследству. Штангу тягали его отец и дед. Теперь с тяжелым спортом на ты и он. Регулярные тренировки, упорство и желание победить сделали свое дело. Золотая медаль и титул самого сильного мужчины страны в своей весовой категории – достойная награда за труд. Мы готовимся ведь не на кого-то. Наша цель – поднять максимальное количество килограммов, максимальный вес, собрать максимальную сумму. Ну а там уже как повезет. Будет ли соперник сильнее тебя? Это зависит от того, насколько ты качественно подошел к моменту проведения соревнований. Суммарная масса железа, поднятая им и принесшая победу, составила 615 килограммов. Это сейчас, уже будучи чемпионом России, он может признаться. Там, на помосте города Кстова, схалтурил. Мог выжить больше. Я собрал далеко не самую лучшую сумму. На тренировках я жал 180 килограммов и тянул 230 килограммов. Но для победы мне было достаточно этой суммы, поэтому я ограничился этими движениями. О том, что за каждым взятым весом стоят невероятные усилия, не понаслышке знает наставник атлетов. Готовит в сборную ветеранов многократный чемпион России, Европы и мира заслуженный мастер спорта Константин Павлов. Он гордится результатом своих подопечных и уверен, пауэрлифтинг – это спорт настоящих мужчин, возраст которых не имеет значения, если ими поставлена цель. Я даже вспоминаю такой момент в своей спортивной карьере, когда я выступал в первенстве, еще будучи юниором, выступал с ветеранами на первенстве мира. И выходил один финский спортсмен, которому было уже 83 года. Вы представляете, что это такое? 83 года он еще поднимал тяжести. По итогам соревнований в копилке ямальских богатырей первое общекомандное место – 7 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая медали. Ветераны молодцы, люди такого возраста, пожилого молодцы, что показывают такие даже для молодежи солидные результаты. Немного передохнув, они вновь примутся за тренировки. Впереди новая планка – чемпионат Европы. Он пройдет в июне в Минске. Наталья Худяева, Николай Александров, служба новостей «Импульс».